Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Тветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец яичного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу о том, как сделать почву легкой, рыхлой и плодородной. А именно расскажу об улучшении почвенных условий, об улучшении почвы. Не всем посчастливилось получить участки с легкой и рыхлой почвой. Многим достались участки с тяжелыми глинистыми почвами. Но есть отличные способы, как улучшить такие почвы. Сделать их пригодными для выращивания овощей и ягодных культур, а также плодовых деревьев. Первый способ – это внесение органики, а именно перепревшего навоза либо компоста. При внесении компоста либо навоза почва становится легкой, рыхлой и плодородной. Ведь в навозе и компосте есть основные элементы питания. Это азот, фосфор и калий. А также различные микроэлементы, которые так нужны для нормального развития растений. Компост либо навоз можно вносить под перекопку осенью либо весной. Осенью, конечно же, компост и навоз лучше вносить под те культуры, которые мы будем сразу высаживать. Зачастую это озимый чеснок, либо клубника, посадочные ямы для плодовых деревьев и кустарников. Предпочтительнее органические удобрения вносить в весенний период. Ведь в таких удобрениях могут содержаться нитраты, которые в процессе таяния, снега, зимой, в осенний период будут поступать в грунтовые воды и загрязнять их. Поэтому лучше органические удобрения вносить все же в весенний период. Под перекопку, чтобы почва стала легкой, нужно вносить хотя бы 10-литровое ведро перепревшего компоста либо навоза. Если вы будете выполнять такое внесение органических удобрений ежегодно, то уже через несколько лет почва заметно улучшится. И после дождей не будет покрываться плотной коркой. Будет легче ее обрабатывать, а урожаи станут гораздо лучше. Второй способ улучшить плодородие почвы, это, конечно же, посев сидоратов. В качестве сидоратов используют различные культуры. Это в первую очередь крестоцветные культуры, белая горчица, рапс, масечная редька. Высевают также фацелию, горох, гречиху и другие культуры. Такие культуры очень хорошо рыхлят почву, а также оздоравливают почву. Сидораты можно сеять весь сезон, начиная с весны и заканчивая осенью. Высевать их также можно несколько раз за сезон. То есть один раз сидораты выросли, мы их скосили, заделали в почву и обратно засеяли почву сидоратами. Нужно сказать, что сидораты нужно косить и заделывать в почву своевременно. Лучше всего сидораты заделывать в почву перед цветением, когда они набирают уже хорошую зеленую массу. Если сидораты переросли, уже затвели, либо отцветают, то их стебли становятся жесткими, сидораты поглощают из почвы много питания и, конечно же, это для почвы не идет на пользу. Поэтому вовремя скашивайте и заделывайте сидораты. Сидораты перед заделкой нужно скосить, измельчить и только затем перекапывать в почву. Но перед перекопкой их в обязательном порядке нужно немножко подсушить, подвялить. Дело в том, что если заделывать свежие сидораты, только скошенные в почву, могут начаться гнилостные процессы, может быть, закисление почвы. А это, опять же, не пойдет на пользу нашему огороду. Поэтому подвялили, порубили и затем перекопали. В таком случае почва вам будет благодарна. Многие огородники и не подозревают, что сидораты способны заменить навоз. А ведь если большой огород, то навоза нужно очень много, а стоит он недешево. Сидораты, опять же, экономят нам деньги. Например, если на зиму засеять огород рожью, либо озимым рапсом, то весной такие культуры рано тронутся в рост, нарастят до посадки огорода, до момента посадки, хорошую зеленую массу и при заделке в почву заменят навоз. Огород будет хорошо расти, развиваться и вы получите, опять же, отличный урожай. Третий способ улучшить плодородие почвы – это известкование. Как известно, большинство огородных культур предпочитают расти на слабокислых, а то и на нейтральных почвах. На кислых почвах pH ниже 5. Такие культуры овощные развиваются плохо. Они не могут в кислой среде усваивать нужное питание. Поэтому раз в несколько лет нужно проводить известкование. Для известкования подходят такие удобрения, как известь, мел или доломитовая мука. Можно использовать древесную золу. Норма внесения таких материалов в зависимости от кислотности почвы от 40 до 50 кг на 1 сотку. Нужно сказать, что при таком внесении резко меняется баланс почвы. Лучше все-таки проводить известкование постепенно, частям ежегодно, вносить такие известковые материалы небольшими порциями. Тогда pH будет постепенно меняться, и для почвы все-таки это меньше стресс, как и для растений. При известковании также нужно учитывать моменты использования различных удобрений. Например, нельзя проводить известкование совместно со внесением азотных удобрений. В щелочной среде попросту весь азот улетучится, и такое внесение удобрений не пойдет на пользу. Также нельзя совместно с известкованием вносить различные фосфорные удобрения, тот же суперфосфат. Ведь практически весь фосфор перейдет в труднодоступную форму фосфаты и будет недоступен растениям. Вносить удобрения можно после изыскования не ранее, чем через 2 недели, а лучше в более поздние сроки. В таком случае удобрения пойдут почве и растениям на пользу. Так как сейчас осень, у нас в садах остается очень много опавшей листвы. Ее также можно использовать для обогащения почвы органикой, для улучшения плодородия. А павшую листву можно собирать из сада и закапывать в грядки. Почвенные микроорганизмы за зиму, за весенний и осенний период, они всю эту листву переработают, переработают черви, микроорганизмы, и почва обогатится гумусом. Растения получат в следующем году хорошее питание, и почва после внесения листвы станет более легкой. Но опять же с листвой есть определенные моменты внесения. Не стоит вносить листья дуба, либо грецкого ореха. В этих листьях содержатся различные вещества, которые могут угнетать рост растений. Дубовые листья, либо листья грецкого ореха лучше помещать в компот, перемешивая их с другими растительными остатками, и в этом случае вреда для огорода, для почвы не будет. На этом все. Обязательно используйте органические материалы, ведь они бесплатные, в отличие от удобрений. И почва, и овощи, урожай. Все будет у вас отличным. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!